Всем привет ребятки, в этом ролике я вам хочу рассказать про очень интересное улучшение, которое добавили давно в транспортной компании, но об этом никто не знал, не знал как оно работает и сегодня я вам это все расскажу и покажу. Скажу сразу то, что дальнобойщики очень сильно обрадуются данному улучшению, поэтому смотрите видос от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам как обычно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите очень приятные бонусы, вся информация есть в описании под видео. Начнем я думаю с самого начала, как вы поняли это улучшение было в компании уже очень давно, а именно это улучшение добавили еще на день рождения проекта, 16 марта, то есть и многие об этом просто не знали. Да, многие видели владельца компании, то что есть улучшение под названием двигатели, но никто не понимал как оно работает и вот недавно это улучшение начали покупать, то есть после покупки данного улучшения в транспортной компании появляется второй чип, да ребята, это очень жестко, потому что вы можете катать теперь в компании на втором чипе, если у него есть данное улучшение, то есть что дает вам вообще это улучшение? Вы его покупаете за 75 наград, им на столько оно стоит и в вашей транспортной компании получается будет изначально первый чип для всех сотрудников, у которых скилл до 15, а уже после 15 скилла у игроков открывается второй чип. Ну что ж ребятки, я уже нахожусь возле транспортной компании, в которой есть данное улучшение, кто бы мог подумать то, что в будущем могут подобное добавить, то есть когда я занимался транспортной компанией, еще это было 2,5 года назад, я вообще не мог даже про такое думать, а сейчас просто и топливо для фур есть, и рация, и новые грузы там и так далее, и еще добавили второй чип. Итак, мы пишем команду C меню, заходим в автопарк и выбираем как бы нам подходящую машину, то есть есть как бы газоны свободные, то есть даже магнумы просто заняты, люди просто не все еще знают и понимают то, что есть подобное улучшение и как оно работает, поэтому давайте я вам в этом ролике это все покажу, потому что это реально имба. Мы смотрим получается на спидометр и видим там второй чип, то есть это просто имба, ребята, это просто имба. Я когда об этом узнал, я был просто в шоке, это было еще и на стриме, то есть я реально прибалдел то, что подобное добавили, то есть я в это не верил, был там какой-то слух первое время, но как бы сегодня купили это улучшение, дегамовые, и я в этом сам как бы убедился, то есть вот мы едем на газоне, давайте разгоняемся. Понятное дело то, что газон без нитра разгоняется очень плохо, но мы тем временем уже едем 170, то есть вы можете понимать то, что чип работает. Вот 183 максимальная скорость, это на втором чипе на газоне. Я просто не понимаю, как бы с помощью этого улучшения фуры подешевеет или нет, потому что ну по факту, зачем теперь новичку покупать себе фуру? Он просто может как бы пойти в ТК, в который есть данное улучшение и работать здесь просто и все, вкачать 15 скилл и ездить на втором чипе. Да, преимущество конечно личного грузовика, там допустим газон, преимущество личного газона, это получается третий чип, то есть максималка больше, во-вторых это нитра, разгон это очень важная тема, особенно на газоне. Ну и плюс вы еще можете поставить на газон дополнительный баг, я считаю это просто новый уровень и очень печально то, что мы об этом узнали буквально там спустя можно сказать месяц, то есть это реально очень жестко, поэтому я считаю то, что улучшение очень классное и очень полезное. Итак, ребятки, я пересел уже на серьезный аппарат, именно на магнум, на просто легенду, понимаете, эталон дальнобойщиков. И давайте посмотрим сколько он у нас едет на втором чипе, то есть магнум на самом деле по разгону намного бодрее будет, чем газон, то есть максимальная скорость у него на втором чипе это 166 километров, то есть в принципе это неплохо. Что прибавляет вообще в принципе чип? Это больше максималка и больше разгон. Разгон у него очень хороший, то есть он набирает реально комфортно, то есть вот мы газ в пол нажимаем, он бодренько так подрывает, даже без нитра, то есть максималку он набирает намного быстрее, допустим, чем тот же самый газон. Но газон как бы на 15 километров быстрее, то есть тут уже сами убирайте, просто на газоне еще нету как бы комиссии, но есть комиссия в ТК, а так на магнуме у вас будет комиссия и за прицеп, и комиссия в ТК, поэтому уже думайте сами, ну просто магнум это реально, знаете, ну это то, на чем должен поездить каждый дальнобойщик, то есть это прям эталон. То есть даже на той же самой Вольво, которая самая там медленная, будет тоже работать второй чип, но самые лучшие фуры, как вы понимаете, это магнум и получается газон, поэтому я считаю то, что улучшение прям очень бодрое, прям просто топщик реально, я просто завидую тем, кто начинает сейчас работать надально, качать свой скилл, у вас просто столько уже привилегий, столько плюшек, понимаете, у вас есть и топливо для личных фур, у вас есть и новые рейсы, за которые очень много платят, и теперь еще и второй чип, понимаете, то есть это просто имба, я считаю то, что дальнобойщик это самая крутая работа, поэтому идите, ребята, вот если вы пришли на проект, не знаете чем заняться, идите работать надально, здесь очень классно и очень можно хорошо заработать. Что я вам по итогу, ребятки, могу сказать, то что я реально очень доволен за дальнобойщиков, то есть это реально имба, даже если вы там знаете, проиграли все деньги в казино, но у вас есть хороший скилл дальнобойщика, вы можете просто пойти в транспортную компанию и уже работать на газоне со вторым чипом. Но для венчков это просто будет имба, то есть вы сможете сразу же более-менее быстро работать и зарабатывать хорошие деньги. Но владелецам данных транспортных компаний я хочу пожелать удачи, реально формите награды, покупайте данные улучшения и просто кайфуйте, и пусть кайфуют вместе с вами ваш состав. Все, ребятки, вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok